Россия-Бразилия на бойцовском клубе РЕН-ТВ по правилам кикбоксинга, профессионального кикбоксинга К1. Марив Пираев против Родриго Капурала. Интересный поединок. Многие его ждали. И начинаем его смотреть. Первый раунд. Очень неудобный, очень нестандартный бразильский боец. Сейчас по таким, если называть вещи своими именами, странноватым траекториям зачастую летят его руки. Поэтому ребята такого стиля зачастую для технарей доставляют очень большие, серьезные проблемы. Потому что просчитать траекторию движения руки здесь просто невозможно зачастую. То есть мы знаем, что есть классические боксерские связки. Здесь этого, конечно, нет. Регистрируйся на Винлайн с промокодом «Бокс» и получи возможность выиграть перчатки с автографом бойцов, а также билеты на следующий турнир бойцовского клуба. Хайкик забросил Марив Пираев. Это удар в голову. А вот и все, редко по ралли. Вы знаете, очень похожи, очень похожи визуально бойцы. Крепкие ноги, крепкие руки. Очень похожа длина. Ну и в принципе стиль, наверное, тоже, я бы сказал. Такая нестандартная техника. Но каждый удар может быть последним. Мы это видим. Да, Марив, мы знаем, подготовку проходил в Таиланде. Понятно, что лучшего места, наверное, и не найти, потому что именно в этой стране вот эта связка руки-ноги возведена просто в абсолют. И, конечно, с нетерпением ждем плоды этой работы в ринге. Да, но хочется сказать, что Капораль-то вышел как хозяин. Давид работает первым номером. Инициатива за ним. Поэтому так он как бы на правах победителя, я бы сказал, начал этот поединок. Да, сделал подсечку, извиняется Марив. Плотно перекрыт Капорал, смотрит. Никаких лишних движений от бразильца. А вот Марив, я обратил внимание, уже не в первый раз. Немного не подготовив атаку, идет вперед. Да, вес приличный, масса серьезная. Удар сильный, проваливается и сам себя сносит. Удар право-направо чуть кого-то сейчас не убил. Попадая справа Марив, кулак немножко не заворачивает. Удар-то крепкий, чуть-чуть не хватает техники. Ну и немного навстречу сделал движение Капорал, поэтому он как раз куда-то за ухо прилетела перчатка Пираева. Да, всегда, знаете, когда вот такие ребята, крепкие, коренастые герои, любой удар, любой удар может быть последним. Очень тяжелые, очень тяжелые руки, мы это видим. Да даже по звуку, мне кажется, ощущают. Хорошо, хорошо, Марив. Низковато от Капорала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрят на бойцов, дышат после первого раунда. Но самая интересная развязка-то еще впереди. Мне кажется, он не раскрылся еще впереди. Я открою небольшой секрет. Мы с Григорием так чуть перемигнулись в перерыве, задав друг другу такой безмолвный вопрос, кому бы отдал первый раунд. У обоих с небольшим перевесом Пираев получился. Но это такие наши виртуальные карточки, которые, разумеется, никакого веса не имеют. Ну так, для развлечения скорее. Сильные удары, да, сильные удары от Пираева. Если попадет, зашибет сразу. Да, но не хватает, мне кажется, легкой работы, подготовительной, чтобы спрятать акцент. Каждый удар вкладываться нельзя. Хотя готов Пираев хорошо. И, возможно, три по три может позволить себе отработать вот на полную, что называется. Да, и вот эта вот, так сказать, энергия, которая несется вперед, этот поток, немножко не дает Марифу сконцентрироваться и нанести точный удар. Слишком заряжен, конечно, он вот на одиночный удар и пытается такое большое боковое закинуть. Но иногда нужно холодный ум и расчетливость. Те, кто внимательно смотрит бокс и слушают подсказки секундантов, слышат из битраева. Попал, да, 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 да. Да, и Мариф, собственно, сделал так, что мне не придется договаривать Байфразов, потому что он полностью ее дезавуировал. Шикарный момент от Пираева. Да, попал справа и снова, и еще раз попал, и вот привел к падению Капарала. Нужно развивать. О, как он стоит, как он стоит до сих пор. Попал справа Мариф, показал левый в корпус, а сам правый в голову ударил. И снова справа начинает мимо, ждет. Еще раз попал размахайкой такой левый. Пообразить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим на бойцов. Дышит после первого раунда. Но самое интересное развязка-то еще впереди. Мне кажется, он не раскрылся еще. Я открою небольшой секрет. Мы с Григорием так чуть перемикнулись в перерыве. Задав друг другу такой безмолвный вопрос, кому бы отдал первый раунд. У обоих с небольшим перевесом Пираев получился. Но это такие наши виртуальные карточки, которые, разумеется, никакого веса не имеют. Ну так, для развлечения скорее. Сильные удары, да, сильные удары от Пираева. Если попадет, зашибет сразу. Да, но не хватает, мне кажется, легкой работы, подготовительной, чтобы спрятать акцент. Каждый удар вкладываться нельзя. Хотя готов Пираев хорошо. И, возможно, три по три может позволить себе отработать вот на полную, что называется. Да, и вот эта вот, так сказать, энергия, которая несется вперед, этот поток, немножко не дает Марифу сконцентрироваться и нанести точный удар. Слишком заряжен, конечно, он вот на одиночный удар и пытается такое большое боковое закинуть. Но иногда нужно холодный ум и расчетливость. Те, кто внимательно смотрит бокс и слушают подсказки секундантов, слышат из битрауна. Попадал! 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 Да, и Мариф, собственно, сделал так, что мне не придется договаривать байфразов, потому что он полностью ее дезавуировал. Шикарный момент от Пираева. Да, попал справа и снова, и еще раз попал, и вот привел к падению Капарала. Нужно развивать. О, как он стоит! Как он стоит до сих пор! Попал справа Мариф, показал левый в корпус, а сам правый в голову ударил. И снова справа начинает, мимо, ждет. Еще раз попал, размахайкой такой левый. Да, у бразильца нужно, нужно, нужно забирать. Поймал, поймал свое, свою работу Мариф. Дальше, хоккей. Еще попал. Чуть легче, чуть легче, да, сейчас нужно чуть легче и чуть точнее, и будет хорошо. Да, и посмотрите, ножки, ножки включил, челночок. Вот она, расслабленность пошла, и пришел удар. Раз-два, раз-два, раз-два сделай, раз-два, раз-два сделай! Да, советует Марифу, раз-два, раз-два. Все съедает справа через руку Капарал. Да, очень опасно сейчас головами, могло быть столкновение. Все, взял под контроль, взял под контроль бой, да-да-да, здесь в своих руках Капарал сейчас запутается. И мне кажется, он все еще плывет. Есть такое ощущение? Крутой, насыщенный раунд. Ой-ой-ой! Игон! Да. Смотри, кальку! Смотри, кальку! Тапу, кальку! Можи, можи, можи! Нара, су! Можи, можи, можи! Можи, можи, можи! Третий раунд нас с вами ожидает. Хотелось бы, конечно, повтор посмотреть нокдауна. Да, мы-то их видели, Александр, а зрители, наверное, нет, но это было впечатляюще. Ну что, заключительный раунд. Капарала есть возможность, он может собраться, он это уже делал. Нужно лишь, ну, захотеть, наверное, а Мариф, да, Мариф, Мариф включился. Сейчас будет сложно его остановить. Едва-едва показал, что будет бить в корпус. Пираев, и тут же скачковый левый сбоку нанес. Хорошо стал раздергивать парик, но он здесь немного по прямой отходил, поэтому он позволил по себе попасть. А во втором раунде здесь он закрутил, помните, в таком же эпизоде. Хорошо, рука, нога, хорошая связка. Парик, парик! 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 Очень мне нравится, как сейчас работает Пираев. Никуда не торопится, все по делу, все по месту. Да, я думаю, что если бы чуть было больше точности в его ударах, этот бой давно бы закончился. Ну, согласитесь, многообещающее выступление от Марифа Пираева. Мне бы, честно говоря, захотелось еще раз посмотреть бы на него в деле. Очень хороший. Ощутил Капаралок левый сбоку. Да, можно и в корпус рукой добавлять. В общем-то, есть варианты. Дает. А Капаралок потерялся. Он не совсем понимает, что делать. Он пережидает, он позволяет Пираеву себя раздергивать. И не видит совершенно момент начала атаки российского бойца. Бразилец. Да, совсем перестал попадать. Попадать точно. Такие вот небольшие эпизоды. Капаралок, ну, какими эпизодами бой не выиграть? Ну, по сути, на школьной работе сейчас этот бой выигрывает Мариф Пираев и не испытывает никаких проблем в третьем раунде. Челнок, ноги провалил, ударил, разорвал дистанцию снова здесь. В общем, не чинить то, что работает. Делает все правильно Мариф Пираева. Попадание его сбоку, да, есть ключи. Капаралок отравит своего соперника, немножко отдохнул. Вот крепкая голова у бразильца, согласитесь, выдерживать пропадание. Хороший бой, хороший бой, уверенная победа Марифа Пираева. Да, я думаю, что никаких вопросов здесь быть не может, но Капаралу отдельно я бы поаплодировал за стойкость, мужество, за желание рубиться до конца. До самых последних секунд от него исходила угроза, но Пираев грамотно довел дело до победы. Первый раунд только был такой тревожненький, а во втором после нокдауна, по большому счету, все было кончено. Вот левый сбоку, как здорово. Да, и теперь нужно дождаться оглашения вердикта. Ну а мы с вами потихонечку готовимся к главному событию сегодняшнего вечера. Это бой между Александром Шлеменко и его соперником, с которым уже встречался. По завершении со главного события вечера единогласным решением судей победу одержал Мариф Ратульский-Хэмба Пираев.